привет аналпер в этом выпуске запись прямого эфира в котором я рассказываю и делюсь стратегиями преодоления стресса и преодоления неудач что я тебе рекомендую сделать чтобы ты извлек максимальную пользу из просмотра этого видео эфира смотри в начале видео девушка виктория которая является учредителем школы коучинга в украине она в киеве она делится искренней своей историей своим стрессом который с ней произошел в юном возрасте и на ее примере я рассказываю какие стратегии в принципе бывают и мы приходим к итогу какую стратегию выбрала она у каждой стратегии преодоления неудачи есть свои плюсы есть свои минусы и стратегии есть как адаптивные и неадаптивные другими словами есть стратегия которая помогает нам чему-то научиться и получить новый опыт а есть стратегии которые нас как бы отдаляют от этого научения поэтому не буду тянуть время и приглашаю тебя к просмотру я уже отправила приглашение нашему спикеру а сегодня с нами будет удивительный человек юрий пузыревский а тема сегодняшнего нашего эфира очень интересная стратегии преодоления неудач как вообще собственно говоря сталкиваясь с неудачами превратить их в дальнейшие свои возможные стратегии успеха сегодня мы разберем именно на таком реальном абсолютно кейсе на моем личном сейчас я не буду детально рассказывать и при помощи нашего специалиста профессионального нлп тренера коуча это не просто это практикующий психолог это бизнес тренер это человек который занимается индивидуальным консультированием 2014 года он не просто консультант психолог тренер он еще он сейчас к нам присоединиться и расскажет у него есть еще очень много таких интересных регалий которые наверное он лучше раскроет поэтому с нетерпением ждем потому что мы вчера с ним созвонились и я хотела утром раскрыть собственно говоря эту немножко тему приоткрыть да вот как со мной это произошло но очень правильно мне юрий сказал что я сама то не знаю какую я применила стратегию и для меня это очень ценно потому что я сейчас сама узнаю какую я применила стратегию преодоление данного кризиса это был действительно очень мощный кризис я представила тебя уже так вот ну как я тебя знаю насколько вот я могла огласить да твой перечень заслуг я бы хотела у тебя спросить вот я сама тут знаешь прочла что ты первый в беларуси сертифицированный профессиональный да вот это это про что ты можешь мне рассказать рассказать есть такая глобальная федерация ассоциации спикеров и есть ассоциация спикеров снг вот и там есть сертификация ты должен подтвердить статус профессионального спикера там есть два статуса есть начинающий спикер есть профессиональный так вот я профессиональный ну там много критериев профессионализма профессионализма, наработка часов работы. В общем, ты должен доказать, что ты живешь и работаешь за счет своей профессии. То есть зарабатываешь своим ораторским мастерством. Супер. И я был первым в Беларуси человеком, который это прошел. Ну, поздравляю. Я просто об этом не знала. Сейчас прочла, думаю. И ты еще тьютер по развитию эмоционального интеллекта, да? Да, тоже проходил обучение серьезное в России. Здорово. И являюсь тоже сертифицированным специалистом в этой области. Ну, а самое, конечно, мое любимое направление – это NLP и коучинг. Да, возвращаясь к NLP, хочу сразу сказать всем нам, кто участвует. Я знаю, что кто-то знает, а кто-то не знает, что у Юры есть книга. Я вообще, для меня люди, которые могут написать ну, хотя бы чуть-чуть, да, маленькую книгу – это полубоги. Я говорю, у меня очень всегда сложно излагать мысль именно в письме, поэтому, ну, я слушала Юрыну книгу первые две главы. Правильно у тебя вышли? Да, первые две главы я уже выпустил. Я тоже нестандартный писатель, я тоже не люблю писать, поэтому я начинающий писатель, я пишу сразу в аудиоформате. У меня хороший контент, поэтому можете приходить на мой YouTube-канал. Да, там абсолютно бесплатно для всех желающих. Первые две главы уже вышли. Вот кто у нас до конца эфира добудет, я им просто сброшу ссылку, это будет такой, понятно, она и так бесплатна, бонус, но ее найти надо, а тут раз, я всем сброшу ее, да. Потому что я сама, честно, слушала, мне очень понравилось, потому что я хоть и проходила программу, для меня это было очень интересно, очень актуально. Ну что, Юр, хочу, да, давай мы перейдем к нашей основной теме, которая у нас сегодня. Да, конечно, конечно. Да, я ее озвучила, я знаю, что ты достаточно хорошо продвинутый специалист в этой теме, и хочу, вот как ты мне сказал, да, что не нужно как бы говорить, ты мне просто, мы сейчас разберем, какие стратегии я использовала. Я хочу рассказать о своем таком личном провале, ну реально, как бы я сейчас, наверное, первый раз об этом рассказываю вообще, потому что это был, ну блин, такой прям провал-провалище. Я, значит, так слегка вернусь в свое прошлое, да, в 11 классе, значит, 10-11 класс, это в то время, когда я училась, у нас место трудов, я не знаю, кто может еще такое, у кого-то было это в классах, в городах, был, значит, УПК. Мы за два года, человек, который проходил, вот, ну, обучался, доходил до 11 класса, он мог получить, ну, условно говоря, такую, ну, мини-профессию. И, да, и вот у нас, как бы нам сказали, выбирайте, да, я там выбрала, там были разные, там, повар, там, швея, ну, очень разные, да, для мальчиков были очень такие прикладные, да, профессии. И я выбрала очень престижную на тот момент делопроизводитель. Ну, это как бы секретарь, такой референт делопроизводитель. И мы раз в неделю ходили, мы у нас прям, мы обучались, все. Ну, в общем, я пошла, все было хорошо, и мне безумно, ну, я встретила человека, который преподавал, учитель, да, который был. Это вот прям для меня была икона стиля. Это такая была седовласая, интеллигентного вида женщина. Ну, она меня завораживала, прям вот я пришла, думаю, ой, боже. Но почему-то я ей, видимо, не очень понравилась. Ну, так бывает. Я, видно, ей совсем не понравилась. И все два года она меня как-то очень странно, ну, то есть она на каждой, ну, на каждой встрече, она мне доказывала, что я никто, ничто, и звать меня никак. Вот прям от слова совсем. Я и так пыталась, и так. Ну, как бы, да, может быть, у меня нет там системных, я не люблю с бумагами возиться. А дилай-производитель – это тот человек, который занимается вот особенно оформлением шапки, все вот эти запятые там пробелы, да, ну, где-то, может быть, у меня были погрешности. Но суть как бы тут не в этом. Тут все равно было ее субъективное мнение. Не знаю, с чем оно связано, возможно, я кого-то и напоминала, или еще что-то там из ее там прошлого всплыло в моем образе. По факту, когда мы уже в один, ну, как в одиннадцатом классе, мы подошли к моменту сертификации, а тут еще был очень интересный момент. То, как она ко мне относилась, очень чувствовалось в группе, да. У нас группа была там, ну, около где-то тридцати девочек. Все мы одного возраста, все из разных абсолютно школ. Мы никак друг друга не знали, мы только встречались вот на этих занятиях. И очень чувствовалось, ко мне как-то вот относились и в этой группе, вот как-то так странно. Но это я сейчас уже анализирую, да, что все-таки это то единое поле, которое она создала, да, и они вот прям... И там была девочка очень такая умная такая, вся положительная, вся. Ну, я не была прям сильно положительная. Я хорошо училась, но поведение у меня всегда там, я могла где-то там, ну, накосячить в свое время. И это был абсолютный такой образец, вот, ну, прям девочка-девочка. И тогда, значит, вообще было очень запретно-запретно хиромантия, да, по руке. И она, значит, уже перед самым-самым нашим экзаменом, и она говорит, слушайте, ну, вот, типа, уходим, как бы не увидимся, я тут такое, типа, кто хочет, там, расскажу по руке. И она там кому-то рассказала что-то по линиям жизни, кому-то еще, ну, то есть был какой-то там... Ну, и все такие, ой, ну, я думаю, сяду я к ней. И говорю, слушайте, ну, расскажи мне. Она говорит, садись. Я не думала, что это мне предвещает такое потом. И я к ней сажусь, значит, даю ей руку, знаешь, с желанием, что мне сейчас, вот, думаю, сейчас предвкушение, что мне же, я же, как бы, свое будущее это уже напланировала, я же уже полузвезда там где-то там для себя. И она мне говорит, смотри, так у меня серьезно говорит. Да-да-да-да, ну, что, значит, у тебя все очень плохо с учебой. А я думаю, странно, я хорошо учусь, как бы, у меня только с этим проблема, там, с этой, Аюсима звали нашу учительницу. Она говорит, ты не получишь, у тебя не будет высшего образования. Ты там, ну, кое-как получишь какое-то там средне, там, техническое плюс-минус, и то профессия будет вообще такая непопулярная, такая, ну, неинтересная. Выйдешь замуж очень быстро, рано-рано, прям, вот, сейчас школу закончишь, и прям сразу, я думаю, странно, вроде не планирую. И говорит, а тут самое страшное началось, Юр, меня это так, ну, вот, прям, знаешь, как, прям, это было вот сейчас, я говорю, а тогда у меня лет пять на мне висел этот дом около месяца, с которым я ходила. И она говорит, значит, ты родишь ребенка, и ребенок этот будет инвалидом. И я, так, знаешь, хлопая своими девичьими наивными глазами, ну, как бы человек понимает, да, что говорит. И я на нее смотрю. Я говорю, и она говорит, муж тебя бросит сразу. Класс. Говорит, ты выйдешь еще раз замуж, еще родишь ребенка, то он тебя тоже бросит. И тут я понимаю, и она говорит, жизнь твоя будет очень посредственной, в заботах, в проблемах, образование у тебя, ну, то есть ты не получишь, будешь очень таким среднее, как бы, среднее даже, ну, это даже вот я сейчас говорю, у меня прям, знаешь, так, я прям вернулась вот в этот кошмар, потому что когда я, ну, это будет очень все так примитивно, среднее, в общем, ты, грубо говоря, ты будешь влачить жалкое существование. И я такая, юная, подающая для себя самой надежды, перспективная, с такими планами на жизнь. И меня тут, понимаешь, и тут, ну, как бы это все было в одно время, и меня наша Сима, любимая моя, она говорит, что я не заслуживаю сертифицироваться, что я, типа, вообще не достойна. То есть мне единственной в этой группе не дают сертификат. Понимаешь, да? Короче, знаешь, как закрыли крышку и забили гвозди. Я приехала, я вышла оттуда, во-первых, у меня ноги были ватные, я ничего не понимала. Ну, то есть это было все, как бы, в этот период, то есть, ну, все с образованием, у меня все подтверждается. Вот первая моя неудача, да, вот она. И тут дальше прогноз же страшный, да, и тут, ну, для меня вот это все, это, в общем, дома была трагедия. Мама там, конечно, с каплями приезжала к этой Симе, разговаривала, говорит, ну, дайте ей возможность. Ну, что там, ну, что там, бумажки составить? Ну, она сказала, нет. И вообще, задумывая, ну, в общем, она такую модель моей жизни я писала, тоже. Когда мне мама это все потом рассказала, ну, я тебе честно скажу, то есть программу мне написали люди страшнейшую. Я закончила 11 класса, у меня было всего 2 четверки, но тогда пятибалльная система была, по сути, я очень хорошо, то есть для меня все нормально, при этом я не была зубрилкой, но стресс я пережила мощнейший. Мне так и не дали этот сертификат, единственный, понимаешь. Это был не то, что, это же, ну, тогда это был типа позор. И моя, я стала думать очень сильно тогда в направлении образования, думаю, так, то есть я начала, я пошла, ну, первое мое образование, это все эти специальные три года, я хотела быть врачом, отучилась на фельдшера военного, я там, ну, у меня были свои мысли, то есть все, я отучилась, пошла, поработала в операционном блоке, я работала, ну, достаточно в таком серьезном заведении, но не мое, я поняла, что это потолок, и тут же на мне висит, у меня нет душевого образования, понимаешь. Это прям я просыпалась в холодном поту иногда, понимаешь, у меня вот это пророчество. Я иду, поступаю в ИНИАС, ну, я педагог, да, англо-романская группа у меня, значит, я учусь в институте, то есть я заканчиваю институт, я, ну, понимаю, не совсем, это как бы мое учитель, да, я понимаю, что мне все-таки хочется двигаться дальше, мне очень интересует вот работа с людьми, ну, как вот я для себя решила, что если я не могу на физическом уровне, да, исцелять людей как врач, я это сделаю на уровне души, вот для меня это было тогда очень ценно, и я иду, поступаю в институт социального образования, да, вот психолог, я учусь еще там три года, и у меня высшие, два высших образования, тут все, знаешь, я этот гештальт вроде для себя закрыла и понимаю, что так, пророчество, которое там изначально, вот оно уже, я немножко расслабилась, а после первого, вот я получила диплом в своем, да, в высшем образовании, я как бы, фух, не, думаю, нет, надо еще одним закрепиться, знаешь, чтобы вот совсем, ну, и потом, как бы, в моей жизни все сложилось, ну, совсем очень, очень даже хорошо, у меня прекрасная дочь, как бы, у меня единственный брак, никто меня не бросил, то есть у меня великолепные отношения, у меня свои, ну, вот я, допустим, была собственницей, там, у меня три бизнеса была очень успешна, то есть я продолжаю работать, развиваться, бесконечно учусь, и я вот думаю, понимаешь, а если бы на тот момент, да, я, как бы, ну, я не знаю, что бы могло произойти, вот ты сейчас, вот, как бы, разбирая, да, вот мне очень интересно, от какой стратегии отталкивалась, и у меня вообще теперь по жизни у меня нет неудачи, да, для меня любая какая-то проблема, это для меня, как бы, такой вызов, да, в какой-то степени, это где-то для меня такое вот, и я вот иногда думаю, я же могла просто, ну, вот что-то могло, у частных же пророчествах какие-то, там, да, самоисполняющиеся, но они же не самоисполняющиеся, они же в нашей голове, я же могла тогда сказать, да, вот, первыми, знаешь, так, якорь раз, не дали первыми диплом, потом дальше, потом дальше, да, Сабина, делюсь, потому что прям, вообще, ты знаешь, после того, как мы, как бы, эту тему, я столько, у меня, как гроздья винограда посыпались мои вот эти факапы, как я из них выходила, вот, Юр, теперь я хочу, да, слово тебе. Хорошо, Виктория, спасибо, что поделилась, у нас тоже много зрителей, ребят, будьте активны в комментариях, поаплодируйте, там, лайками, плюсиками Виктории, потому что это действительно такая искренняя, откровенная история, это очень круто. А я сейчас начну свою прямую речь. Виктория, я пока, знаешь, поступлю как коуч, я не буду тебе чего-то говорить, а ты, я думаю, что ты сама сделаешь все интерпретации, и потом просто в конце поделишься и расскажешь, какой стратегии, как ты думаешь, по твоему мнению, ты прибегала. Итак, друзья, по поводу стресса, вот Виктория испытала такой серьезный стресс в достаточно юном возрасте, и мы со стрессами встречаемся вообще постоянно, да, ну, то есть, любую нашу неудачу можно воспринимать как стресс. И сегодня я расскажу 8 основных стратегий, которые люди, в принципе, выбирают для того, чтобы справиться со стрессом. Причем, две новости, одна хорошая, одна плохая. В какой начать? Ну, я начну сразу с плохой, что мы очень часто выбираем неэффективные стратегии, и это проблема. А хорошая новость, что эта стратегия, она не является бессознательной и не является, как таковой, скажем так, она не является перманентной. То есть, мы можем эту стратегию выбрать другую. И как раз-таки очень большим результатом этого эфира, для меня лично будет, да, как для профессионала, как для психолога, если вы прослушаете все стратегии, найдете в них себя, найдете свои неэффективные стратегии, и постарайтесь переучиться на более позитивные стратегии, на более адаптивные стратегии, я их так назову, которые помогают научиться. А теперь коротко, такая вводная теоретическая часть про стресс. Когда мы взаимодействуем с окружающей средой, вокруг нас есть много стрессоров. Вот как в истории с Викторией, жила девочка, училась хорошо, не напрягалась, все у нее было хорошо, и для нее большой ценностью, как я понял, было образование, и было очень важно получить этот сертификат. Ну вот случилось так, что вот не получилось получить, хотя, наверное, Виктория до последнего верила и надеялась, что он будет. И это очень здорово, что Виктория поделилась. И вот когда она его не получила, она там несколько раз уже, исходя из истории, получила стресс. Первый раз, наверное, когда сходила к хиромантке, к хиромантке, кстати, можно отдельную тему на этот, отдельный эфир сделать на эту тему, что происходило. Тут у меня уже прямо родилась история. Да, давай, обязательно. Ну, Виктория сначала не поверила. Что произошло дальше? Дальше факт, что не дали сертификат, и третий такой тоже мощный удар, когда эта учительница, преподавательница еще и маме рассказала какую-то историю, которая подтвердила то, что могла... История, которая могла бы подтвердить, что Виктория, я извиняюсь, что я так говорю, могла стать полной неудачницей, да, разведенной, без образования и так далее, и тому подобное. Но когда мы получаем стресс из внешней среды, есть какие-то стрессоры, да, какие-то факторы, на которые мы каким-то образом реагируем. Идет сначала первичное оценивание. Первичное оценивание, мы оцениваем стресс просто, насколько этот стресс благоприятный либо неблагоприятный, насколько он опасный и насколько он значимый или незначимый. И таким образом, когда стресс благополучный, ну что такое может быть благополучным стрессом? Юра, можно вопрос? Да. Ты сейчас говоришь, да, как бы, как можно в стрессе оценить стресс? Вот объясни. А мы на самом деле его оцениваем, ты сейчас поймешь. Да. Когда что-то происходит, то есть стресса еще нет, когда что-то происходит, у нас сначала происходит первичная оценка. Вот именно во время первичной оценки мы оцениваем, это вообще благоприятное событие, либо оно значительное или незначительное, либо оно опасное. И вот когда мы оцениваем событие, это у нас в голове происходит, все очень быстро, когда мы оцениваем событие как опасное, есть какая-то угроза, есть какой-то вызов, есть какой-то вред нам, нашим целям, нашему здоровью, тогда мы уже начинаем проводить очень быстро внутри у себя вторичное оценивание. А вторичное оценивание, оно связано с наличием внутренних ресурсов. То есть мы первый раз оценили, и вот если стресс благоприятный, окей. Если стресс незначимый, тоже окей. То есть это все мимо проходит. Но если есть опасность, то мы начинаем проводить вторую оценку и уже проверяем себя на ресурсы. Если ресурсов достаточно, то мы в это все идем дело и проходим его успешно. То есть мы тогда себя чувствуем уверенно. Но когда у нас ресурсов внутренних, прежде всего ментальных, недостаточно, тогда мы начинаем испытывать уже этот стресс. Вот здесь уже начинается стресс. И дальше у нас есть два пути преодоления стресса. Первый путь, когда мы меняем проблему. То есть мы конкретно пытаемся изменить что-то в конкретной ситуации. То есть мы работаем непосредственно над проблемой. Это тоже хороший путь, но он не всегда работает. Некоторые вещи невозможно изменить. Вот, например, как в твоем случае. В моем случае нельзя было изменить. Да, просто невозможно изменить, потому что вот есть ситуация. Не дают диплом, не дают сертификат, и все, хоть ты тресни. И все уперлись рогом, как говорится. Это первое, проблем мы изменить не можем. И второе, это эмоциональная реакция. И там мы уже имеем несколько стратегий на наше эмоциональное реагирование. То есть мы выбираем в том числе реакцию, как мы будем преодолевать эту проблему. И в идеальной ситуации, если мы выбрали хорошую для себя стратегию, а стратегий на самом деле очень много, то после всего этого, вот этого длинного пути, который я уже перечислил, мы переходим к переосмыслению и переходим к научению. То есть мы пережили, переработали своим уникальным способом, о котором я сейчас расскажу, стресс, и чему-то научились. Вот если вкратце, вот такая базовая теория. Ну да, это ты хорошо рассказал. Но для человека реально, который не связан ни с коучингом, ни с СНОП, вот у него бы наступил стресс. То есть он должен первые, я так понимаю, критерии оценки, насколько он для меня страшен или не страшен, да, последствиями. Ну смотри, давай еще раз повторюсь. Давай. Человек расценивает какое-то внешнее обстоятельство как стресс уже после двух оценок своих внутренних. Первое, первичная оценка, это насколько это опасно, а вторичная оценка, это уже оценка ресурсов. И когда он понимает, человек, что это, а, опасно, и, б, у меня недостаточно ресурсов, чтобы это преодолеть, то тогда он начинает испытывать стресс. Вот если коротко резюмировать то, что я рассказал. Да, типа все плохо, я ничего с этим не могу сделать. Ну, это уже убеждение, но суть не в этом. Суть в том, что когда мы начали испытывать вот это неприятное ощущение, мы начинаем уже сознательно, в большей части, я извиняюсь, у меня какой-то комарик залетел, в большей части сознательно выбирать какую-то стратегию, как нам из этого стресса выходить. То есть как нам этот стресс прожить, чтобы получить новый опыт и чему-то научиться. Но есть стратегии, которые нам помогают быстрее научиться, а есть, которые помогают нам не научиться вообще. И первая стратегия – это конфронтация. Вот с нами что-то случилось, что-то прям, вот давай на твоем примере. Тебе не дали диплом, все. Если бы ты использовала стратегию конфронтация, что бы ты делала? Конфронтация – это активное противостояние. То есть ты активно начала бы эмоционально лупить всех преподавателя, родителей, школу, систему образования. Это одна из стратегий. Ну, такая идея была, я тебе хочу сказать. У меня мама сказала, я сейчас всех подниму на уши, там сейчас быстро. Это мамина реакция, мы сейчас тебя рассматриваем. Да, ты да. И смотри, какая есть позитивная сторона этой стратегии. То есть когда с нами что-то случилось, мы начинаем активно этому противостоять. Плюс есть в том, что мы можем сделать эмоциональный вытлеск, и мы можем сделать, вот в этом состоянии у нас есть направленное такое всенаправленное упорство. Мы можем там гасить всех подряд и выпускаем эмоции, и как бы это позитивная сторона. Но минус этой стратегии, когда мы впадаем в конфронтацию, минус этой стратегии, что нету целенаправленности. Очень много эмоций, а эмоции как раз-таки блокируют наш рациональный ум, и нету здесь рациональности. То есть мы начинаем там все делать, вот во все стороны бросаться. Такое бывает. И такую стратегию люди выбирают. Я думаю, что скорее всего ты выбрала не эту. Ребят, если вы замечаете себя и понимаете, что вы часто используете эту стратегию, это нехорошо и неплохо, у вас будет в любом случае выбор, как это изменить. Вторая стратегия – это дистанцирование. То есть мы начинаем представлять, как будто это происходит не со мной. То есть мы как бы отдаляемся от этой проблемы, мы как бы понимаем ее присутствие, но мы стараемся ее как бы недооценить, где-то высмеиваясь. Знаете, есть такой нервный смешок. Тебе говорят, у тебя дом говорит, ха-ха-ха, да ничего страшного, новый построю. Вот это как раз-таки дистанцирование. Или там тебе говорят, Виктория, ты диплом не получаешь. А ты такая, ха-ха-ха, да ладно, хватит шутить. Плюс этой стратегии. Мы снижаем сознательно значимость. Мы понижаем наш эмоциональный фон. Но минус этой стратегии как раз-таки одновременно и в этом и заключается, что мы, когда используем стратегию дистанцирования, мы можем недооценить масштабы трагедии. Мы можем недооценить вообще силу того, что происходит. И мы в этой стратегии очень сильно недооцениваем эмоциональную составляющую переживания. И эта стратегия, она нам не позволяет перейти в научение. То есть вот как раз-таки, если первая стратегия конфронтация, мы там могли ломать дров, но потом порефлектировали и могли чему-то научиться, да? То в этой стратегии, когда мы дистанцируемся, мы как бы преуменьшаем сознательно эту проблему. И, соответственно, мы одновременно и преуменьшаем возможность решения. То есть вторая такая не очень эффективная стратегия. Но многие люди ей пользуются. И ты, наверное, знаешь таких людей. Это мне напоминает как бы плыть по течению. Ну, фиг с ним, да? Ну, немножко не так. Немножко не так, но типа да. Если говорить на языке NLP, мы как бы диссоциируемся от проблемы. Мы как бы ее отсоединяем от себя, и она как будто не наша. Это один из способов переработки, в том числе и психотравмы, для того, чтобы не испытывать сильных эмоций. Но одновременно, как у любой стратегии, есть плюсы, так и есть и минусы. О минусах я уже сказал. Следующая, третья стратегия называется самоконтроль. Самоконтроль. Плюсы самоконтроля. Мы сознательно... То есть что вообще в принципе самоконтроль? Мы сознательно подавляем все свои реакции. Прежде всего эмоции. И это значит, что мы, в принципе, когда занимаемся самоконтролем, мы избегаем вот чего. Мы избегаем резких, импульсивных, эмоциональных деяний. Если в конфронтации там буря эмоций, мы можем налывать дров, то в самоконтроле мы эти эмоции в себе гасим. Каким способом? Ну, у каждого свой внутренний механизм. Кто использует самоконтроль, тот это знает. У меня вот эта стратегия очень часто бывает. И что еще очень важно про самоконтроль? Здесь есть одна проблема. Минус этой стратегии. Когда мы занимаемся самоконтролем, мы контролируем все свои эмоции, у нас нет фокуса внимания на проблеме. У нас фокус внимания на нас. И здесь есть такая проблема, что мы зачастую, когда контролируем свои эмоции, мы можем не понимать, что у нас вообще проблема есть. То есть она чем-то похожа на дистанцирование, но мы здесь очень сильно сфокусированы на то, чтобы не самораскрыться. То есть чтобы не показать эмоции. Проблема здесь, что мы здесь упускаем одну очень важную возможность, когда мы занимаемся самоконтролем, мы отсекаем себе сами возможности попросить о помощи. Потому что, ну, сама понимаешь, да? Вот я сам себя контролирую. Мы гасим за осознание реальности, мы как-то, наверное, где-то его глушим. Да? Нет, мы именно гасим эмоции. Моя задача, когда я занимаюсь самоконтролем, то есть вот если очень по-простому, когда я занимаюсь самоконтролем, очень важно, чтобы никто внешне не понял, что я переживаю. Чтобы никто внешне не подумал, что у меня есть эмоции, что мне больно, что мне страшно, что у меня паника там и все такое. И в этом процессе отсутствует вообще решение, фокус на решении проблемы. Плюсом этой стратегии является, что здесь есть рациональность. То есть мы не даем этим эмоциям выплеснуться, и одновременно мы можем какой-то себе план строить. Но так как мы сильно сфокусированы на удержании своих эмоций, наш план, он не выходит за рамки нас самих. И то есть минус одновременно этой стратегии, что мы не видим самой проблемы, и не можем попросить о помощи, и боимся сам раскрыться. Вот такая вот интересная стратегия. Люди ее часто применяют. Если тебе пока не очень понятно, то скорее всего ты еще... И кстати, ребята, это для всех. Если те стратегии, которые я рассказываю, вам не очень понятно так воспринимаются на слух, значит, скорее всего, вы эту стратегию не используете. Поэтому вы можете выдохнуть, можете расслабиться. Но, наверное, если вы сейчас рефлексируете... Самоконтроль я прям... Я просто сначала не идентифицировала ее как бы вот это, да, как бы зерно. Но я понимаю, нет, самоконтроль тоже это как бы присутствует. Можно же использовать несколько стратегий, правильно? Да. Они, как правило, у нас миксуются. То есть они у нас достаточно сильно перемешаны. Достаточно сильно перемешаны. И, ну, как правило, мы просто привыкаем использовать одну, две, три стратегии. То есть вот такая вот есть статистика. Следующая стратегия – это поиск социальной поддержки. То есть мы ищем того человека, то есть мы ищем, чтобы кто-то нам помог решить эту проблему. И здесь есть и плюсы, и минусы, как уже я говорил, что в каждой стратегии есть плюсы и минусы. Плюс этой стратегии – то, что здесь мы как раз-таки в отличие от самоконтроля, мы можем попросить о помощи. Мы можем купить какой-то консалтинг, взять у кого-то консультацию, чего-то там поискать. Но это очень важно не загуглить, а именно у человека, который использует эту стратегию, ему очень важно найти поддержку и эмпатию у другого человека. Иногда, когда эта стратегия слишком гипервыражена, то идёт вот такой перекос, что человек не берёт ответственность на себя, на решение проблемы. И он хочет, чтобы другой человек, вот тот, от кого он ищет эту поддержку, чтобы он решал эту проблему. То есть вот это вот прям не окей. Если мы просто приходим кому-то там спрашивать, а можешь мне подсказать, то это окей. Но если мы приходим спрашивать, а потом хотим, чтобы ну как бы... Ты же мне сказал, так может ты ещё и делаешь, то это не окей. Какие минусы? То есть про плюсы мы уже как бы поговорили этой стратегии. А минус этой стратегии заключается в том, что очень часто формируется зависимость. То есть у человека формируется привычка «реши за меня». А «реши за меня» это как бы не ок. И это не даёт нам возможность научиться решать проблему. То есть тоже неэффективная стратегия, но многие люди её используют. И если кто-то себя заметил, то обязательно делайте выводы, что вы таким образом не научитесь решать проблему, в каком бы возрасте вы ни находились. Ты знаешь, я знаю множество людей, которые уже в достаточно зрелом возрасте, там, за 50, постоянно используют эту стратегию. Знаешь, она немножко детская в какой-то степени, да? Ну где-то дети любят, да? Да, да, да. Лучше знаешь. Да, да. Или я встречала не очень хороших руководителей, они используют такую стратегию. Вот когда, ну как бы что-то происходит, ну и начинает идти и так, да, вот в компании, они начинают обращаться к каким-то консалтингам, нанимать каких-то тренеров там и говорить, фуа, пришли тут ничего новчего, хуже сделали, то есть им нужно куда-то вот этот фокус неудачи на кого-то переместить. Да, это есть. Хорошо. Следующая, пятая стратегия. Мы уже начинаем к более таким позитивным и рациональным переходить. Пятая стратегия называется принятие ответственности. Вот когда человек использует эту стратегию, он понимает, что он является частью этой проблемы. То есть он играет, он принимает свою роль в этой проблеме. Какой плюс этой стратегии, что здесь есть способность рационально мыслить, есть способность рационально мыслить и личная ответственность в преодолении этой трудности, она тоже человеком осознается и понимается. Это плюсы. Какой есть минус? Минус, что если человек прям очень сильно принимает всю ответственность на себя, то он может скатиться в некое чувство вины, самобичевания, самокритики и вот в такую вот историю. И вот, кстати, в твоем случае у тебя было такое? Ты знаешь, у меня было недоумение очень сильное. Я понимала, что она меня не очень любит и что как-то, наверное, какие-то для этого, ну, я не знаю. То есть, знаешь, был период, когда как бы плюс-минус никто не выделялся, а я где-то там, наверное, и я, наверное, думала, что все-таки это где-то моя вина, что я как-то сильно была, ну, вот, заметная, да, вот, все такие вот как-то, но я при этом была очень открытая. Мне она реально, вот, знаешь, когда есть конфликт между педагогом, да, и учеником, это одно. Она мне так нравилась, я так и восхищалась, ее такие серебристые волосы, она такая была интеллигентная. Ну, вот я, видимо, вообще не шла. Да, было, немножко было у меня ощущение, что я где-то, ну, что-то я неправильно сделала. Я потом понимала, что я сделала, я думала об этом. Там, почему она ко мне так отнеслась, как это. Ну, как бы, наверное, что-то где-то я, я до сих пор думаю, что где-то, может быть, я как-то повернула. Да, накосячила, наверное, я не знаю. Может, и косячила, сейчас уже сложно вспомнить. Хорошо. Следующая стратегия, шестая по счету. Я сейчас очень быстро все перечислю, чтобы потом была возможность нам еще это все дело пообсуждать. Вот следующая стратегия называется бегство и избегание. В этой стратегии человек сознательно, давайте по-простому скажу, выбирает нерешение проблемы. То есть вот он пытается постоянно уклониться от вообще взаимодействия с этой проблемой. То есть если мы говорим про дистанцирование, там он значимость проблемы как бы принижает. То при бегстве и избегании он старается вообще с проблемой не сталкиваться. Плюсы этой программы, плюсы этой стратегии, что есть короткосрочный эффект, когда мы не испытываем неприятные эмоции. Это быстрый съем такого эмоционального напряжения. Но минус этой проблемы, что отсутствует научение, мы не можем научиться. Еще один минус этой стратегии, что проблемы начинают накапливаться как снежный ком. Когда проблемы начинают накапливаться как снежный ком и как следствие переедание, алкоголизм, курение или еще хуже что-нибудь в этом роде. Вот такие могут быть последствия. То есть на самом деле, на мой взгляд, бегство – это самая вообще неэффективная стратегия, если говорить о том, как я вначале говорил, что задача любого стресса по итогу – научить, то есть нам чему-то новому научиться. То есть после того, как мы пережили любым заступным для себя способом какую-то проблему, мы должны ее переосмыслить. И когда мы переосмыслили, когда мы уже чему-то научили. Итак, давай я, чтобы уже по-быстрому закончить со всеми стратегиями. Следующая стратегия – планирование решения. Очень грамотная и считается адаптивной стратегией. Здесь мы строим целенаправленный план решения проблемы. И здесь очень много рациональности, но одновременно есть минус. Минус заключается в том, что когда мы используем эту стратегию, мы настолько к себе четко, грамотно и правильно все спланировали, что нам как будто не хватает какого-то творческой составляющей. Нам как будто не хватает какой-то спонтанности. То есть вот в принципе, опять же, на мой субъективный взгляд, ну и в принципе ученые тоже с этим согласны, что вот эта седьмая стратегия – это одна из самых эффективных. Но у нее тоже есть минусы. То есть мы иногда, особенно вот сейчас в современном мире, когда у нас обстоятельства внешние очень быстро меняются, мы можем не… Имея свой жесткий, четкий план, мы можем не успеть среагировать. Вот, чтобы было понятно на примере, вот я попал в какую-нибудь задницу, распланировал себе, как я буду из нее выбираться, использовал вот эту стратегию, все окей, все классно, и у меня есть четкий план, я делаю по нему шаги, у меня все получается, все хорошо. Ну потом бах, пандемия, там что-то изменилось, я уже там не могу работать так, как я работал, и я продолжаю ждать. И здесь мне для того, чтобы дальше эффективно продолжать выбираться из твоей ямы, то мне нужно уже как-то сделать так, чтобы я как-то адаптировал. Ну как правило, вот в стратегии планирования решений может быть маленькая, спонтанная, маленькая творческая составляющая. Ну и восьмая стратегия – это положительная переоценка. То есть когда мы ставим, рассматриваем свою проблему как точку своего личностного совершенствования, как точку своего личностного развития. Она тоже очень хорошая, она тоже очень позитивная, то есть, знаешь, она даже где-то философская. То есть мы можем как бы, знаешь, уйти в какую-то третью позицию, посмотреть на себя, на мир, в том плане, что, ну вот все со стороны, а что хорошего, вот здесь как раз-таки есть такое убеждение, а что хорошего мне приносит эта проблема, чему я могу научиться. Вот здесь на уровне убеждений следуют вот такие вот приблизительно слова, у каждого плюс-минус свои. И вот это философское рассуждение, оно как раз-таки тоже хорошо продвигает, но единственная проблема, мы можем, когда ушли глубоко, точнее высоко в философию, мы можем недооценивать возможности решений. То есть тоже есть такой минус. Знаешь, вот есть такие люди, очень философско рассуждающие, ну вот я как бы говорю сейчас про гипертрофированные примеры, но когда человек очень-очень в высоких материях летает, то он недооценивает возможности решения, ну как бы здесь, на земле. У меня даже был такой пример, Юр, у нас на потоке учился мужчина, и он занимался ведически, он в ведической культуре, да, и он, значит, всегда приходил в таком абсолютном дзене, да, я же как всегда куда-то опаздываю, спешу, там пробки, я прибегаю там на модуль, там что-то забыла, и я такая вся, вот пробка там, и я там, извините, ребята, там где-то. А он мне говорит, Виктория, расслабьтесь, вы понимаете, что находясь в пробке, возможно, вас как бы, ну, вселенная защищает от чего-то. Я как бы, единственное, что я взяла из этой стратегии, что, ну, нельзя бесполезно нервничать, находясь в пробке, ты ничего реально не можешь изменить. И тогда я думаю, наверное, меня от чего-то кто-то сейчас защищает, мне так проще пережить вот этот вот, ну, как бы, момент. Но, да, согласна, что если так относиться ко всему, то, в принципе, можно где-то в дзене там и залипнуть, да. Все у меня хорошо, я тут, вот тут и живу я в пробке, потому что вот меня защищают, вот тут я и буду жить. Ну, свой плюс есть, но мне кажется, это рационально-точечно надо использовать. Да, ну, то есть, ну, тем не менее, я их в 7-8 перечислил, это уже выверенные, есть такой ученый, я его даже фамилию вот себе поменял, Ричард Лазарус. Я знаю, что у нас очень много ребят, которые очень такие с пытливым умом, они всегда потом читают, да. Ричард Лазарус, он проводил исследование на наши, как мы реагируем на стресс. Это он, ну, нашел эти 8 стратегий. И, кстати, пока не забыл, по поводу вот опаздывания, когда ты в пробке застряла, как можно, ну, обычно, когда, ну, мы знаем, сколько у нас займет путь, ну, допустим, час, да, и мы видим, что мы уже на полчаса позже выехали, и мы начинаем уже переживать. Есть хорошая стратегия, ну, допустим, тебе нужно быть где-то в 12 часов дня, а ты понимаешь, что в 11.30 ты только выехала. И ты едешь и понимаешь, что, ну, приедешь ты в лучшем случае в 12.30. Но переживать лучше всего начать уже только в 12, когда ты только-только, понимаешь, да? А я поняла. Себе полчаса времени экономишь настроение. А вдруг я успею, да? Да. Дальше. Это первая ступенька. А вторая ступенька. В 12 часов ты подумала, ну, может быть, уже и пора бы начать переживать. Да? Но здесь тоже можно остановиться и дать себе возможность просто вот эти полчаса доехать и начать уже переживать, когда ты точно поймешь, что все плохо, да? Тебе кто-то что-то высказал или у тебя встреча сорвалась и так далее. И на самом деле, вот это как раз-таки тоже позитивная переоценка отчасти работает. И я не знаю, как у тебя, но у меня очень часто бывает, что когда я опоздал, ну, это не связано ни с какой метафизикой, там, эзотерикой и так далее. Когда я опоздал и начал переживать только, когда началась эта дата, и я уже себя спокойнее чувствую. А потом второй уровень я начинаю переживать, когда уже встретился с этим человеком. И такое очень часто бывает, что встречаешься с этим человеком, он сам опоздал, там, пришел за три минуты до тебя или еще вообще не пришел. И получается тогда, что, ты целый час зря переживала? Это вообще обидно? Ну, да. Тут опять мы можем уйти в НЛП, да, потому что, как бы, тут мы сами немножко тут, наверное, регулируем, где-то не уходя в эзотерику. Что-то в этом есть, наверное, Юр, согласна. Надо вот принять это прям, знаешь, к сведению и сразу братья и использовать. Потому что это действительно так. Мы иногда очень много тратим времени и сил вообще на ненужные переживания. Ты знаешь, очень круто сказал. Я сейчас вот, ты сейчас вот сказал все уже, ну, то, что такое важное. Я просто прямо... Да, все основные стратегии я рассказал. Сейчас я хочу, чтобы порефлектировать на то, какие ты нашла стратегии у себя в своей сложившейся ситуации, а потом, если у нас останется время, я думаю, у нас еще останется, я дам, наверное, одно упражнение, которое поможет немножко. Ну, может, у кого-то есть вопросы, могут написать, да, в чат, я думаю, у нас же есть вопросы. Да, ребят могут написать, но давай, пока ребят пишут, ты расскажешь то, то поняла ты. Ну, как мне кажется, у меня здесь работала стратегия планирования. Да, потому что я, понимаешь, как бы все, у меня появилась проблема, я поняла, что если... Знаешь, я тебе честно скажу, вот я бы, наверное, все пережила в этом негативном прогнозе, но единственный был, ну, для меня прям совсем страшный, страшный, это с ребенком связанное. Вот она когда это сказала, если бы она этого не сказала, знаешь, это был такой, даже не то, что триггер, не то, что точка G, она в меня просто реально забила гвоздь. И я вот с ним ходила до тех пор, во-первых, она мне сказала, что у меня будет сын, а у меня дочь. А ты понимаешь сейчас, почему так? Почему именно там, то, что касается с ребенком, почему тебя именно это триггерило? Понимаешь или нет? Я тебе просто могу подсказать. Подскажи. Ну, ты знаешь, я это могу там сказать, что это такой женский... Ну, я даже не знаю, у меня даже ребенок-то появился, в принципе, не очень в юном возрасте, да, как бы она планировала. Во-первых, ей замуж, так, знаешь, уже говорят, ну, как рано, да, то есть вообще все у меня произошло, вообще не то, что не рано, все как бы, очень так все было, очень отсрочено было, очень. Нет, не знаю. Ну, смотри, тебе напророчили, что ты будешь без образования, что ты выйдешь рано замуж, что ты родишь больного ребенка и так далее, и так далее. И, в принципе, тебя триггерило только рождение больного ребенка, вот почему. Потому что это та часть, на которую ты не можешь сильно влиять. Понимаешь? Если говорить про образование, то ты понимаешь, так, я возьму волю в кулак, я буду учить, зубрить, я это преодолею. А здесь тут же как лотерея получается, да, ну, условно говоря, да, ты можешь следить за своим здоровьем, но все равно от этого, ну, как бы никто не застрахован, все равно какая-то вероятность есть. Поэтому ты вот так вот и переживала. Мы обычно, когда анализируем, когда строим свою стратегию, мы начинаем зацикливаться на тех вещах очень часто, которые от нас не зависят. Потому что то, что мы можем изменить, мы, как правило, это меняем. А то, что мы не можем изменить, ну, здесь фактор случайности, и мы, конечно, за это очень сильно переживаем. Кстати, касаемо твоей стратегии, я еще вчера понял, что ты выбрала стратегию на планирование, конечно. Ну, видишь, ты вот не сказал мне, да. И ты знаешь, ты сейчас правильно говоришь, а для меня даже, ты знаешь, когда мне на УЗИ сказали, что у меня мальчик, я сказала, нет. Вот для меня прямо даже это уже все, как бы, да, я все, все я изменила, а вот здесь нет. Ну, у меня действительно детечка, хотя мне, как бы, все вот врачи говорили, что у меня, вот я настолько для меня это прям, ну, да, это очень серьезно. Мне очень даже, я сейчас, знаешь, это как бы проговорила, мне немножко даже легче как-то стало от этого. Но я выбрала реально эту стратегию, и я ее регулярно использую, я теперь понимаю. Но могу сказать точно минус. Ты в этом планировании, вот реально творческая, у тебя страдает. Ты забываешь о себе, ты перестаешь фокусироваться на своих каких-то, таких очень индивидуальных, вот я только сейчас опять, я каждый год пишу себе там, я очень, я когда-то хотела стать воздушной гимнасткой, я занималась акробатикой, да, вот я хотела вообще быть артисткой под куполом цирка. Ну, то есть это вот тогда такое было мое, да, а потом, когда вот эти все, то есть рационально, какая гимнастка, мне мало, ты упадешь, шею сломаешь, кому ты надо будешь там, ну, то есть вот тоже вот эти все вещи, но я всегда, я танцевала, я играла, ну, я везде была, ну, а потом я заглушила при стратегии вот этой планирования, то есть я все вот эти свои, какие-то такие моменты, я их все заглушила. И вот сейчас я хочу, я понимаю, что вот я даже в работе, знаешь, когда у меня нет стратегии, вот я не запланирована, что у меня нет плана, знаешь, у меня нет плана, все, и все, и меня нет, да, что я буду делать? Вот все. И я так стала это понимать, и могу сказать, ты знаешь, я когда-то слушала тоже вот Алунику Добровольскую, да, я тоже к ней учусь, и она сказала, что есть у нее очень много как бы клиентов, которые в определенном возрасте, там, ну, таком уже взрослом, да, которые выстроили там огромные компании, которые все-все сделали, и потом, когда они говорят, ну, я могу уйти на покой, типа там, раз, и на кораблике уплыл, и он там через полгода приплывает, а он просто заболел, а он вообще, то есть он постарел, он, у него просто все посыпалось, а, и она тогда сказала, что люди, которые вот, это скорее всего вот эта жизненная стратегия, ты когда остаешься сам с собой один на один, ты перестаешь понимать, кто ты, ты же для чего-то в принципе, в этом, ты для планирования, ты, и я тебе хочу сказать, меня прям вот сейчас этот, ну, кризис, да, меня прям шибануло, потому что, когда я выпадаю из рабочего процесса, я начинаю, ну, я не могу сказать, что это депрессия, да, как бы там, я начинаю немножко залипать в состоянии, слушай, а кто я, а зачем я, куда я, и как я, и вообще, понимаешь, и у меня начинается, ну, многие называют, вот он, наверное, Александр, экзистенциальный кризис, да, там мне, как мне сказал, у меня врач знакомый, я его говорю, ты знаешь, что-то как-то странно, у тебя нет такого, да, у тебя кризис среднего возраста, ну, ты как бы мог бы вообще, тут это общая фраза, но у кого-то он и никогда не наступает, понимаешь, и я думаю, мне же надо что-то сделать, я вот пишу 35-й раз танцы себе, понимаешь, уже поставила там, ну, петь не хочу, не умею, потому что, как бы, людей не хочу, не пугать, а вот как бы вот то, что мне всегда нравилось, да, и там ты, ну, а я, знаешь, думаю, блин, ну, что буду на это время тратить, ну, ну, что мне принесут такие танцы, да, ну, у них рациональности, ну, пойду, потрачу время там, ну, нет, думаю, сейчас вот, сейчас вот, и я все время не могу на это найти время, и я понимаю, что вот этот очень неправильный, да, потом выйдешь на пенсию, такой, опача, и кто ты, кто ты без работы, а никто получается, да, как ты думаешь, как это можно изменить сейчас, в твоей ситуации? Вот не знаю, пойти на танцы, но я не могу туда пойти, понимаешь? Может, ты не хочешь просто на танцы? Не хочу, я, смысл, знаешь, вот я не могу, ну, ради чего большего, да, чтобы не сойти с ума на пенсии, ну, условно говоря, да, ну, ну, хорошая мотивация, конечно, но все равно, ты знаешь, вот не могу найти мотивацию, прям куда-то вот, впрыгнуть сейчас в развитие какого-то своего творческого, когда смотрю на людей, когда слышу музыку, меня прямо это вот так драйвит, да, я даже какие-то хобби себе нахожу, когда, и мне сразу как-то вот, они какие-то бизнесовые получаются, понимаешь, вот сразу какой-то вот план, график, вот, вот, вот все, понимаешь, и я понимаю, что я сама себя как бы в это, ну, для меня это, наверное, стало каким-то прям реальной линией моей жизни, смыслом, да, и все, не знаю как, Юр, честно, если у тебя есть ответ на этот вопрос, это, ну, или какая-то подсказка, в какую сторону посмотреть, потому что я уже с ними отложилась. Я знаю одну очень хорошую историю, когда человек не мог понять, кем ему быть и кем ему работать, он сделал вот что, он в течение месяца решил перепробовать 30 профессий. То же самое, я думаю, можно попробовать сделать тебе в плане вот этой творческой составляющей, просто перепробовать, я не знаю, 10, 20, 30 мастер-классов, любых, танцы, воздушная гимнастика, что угодно, что тебя вообще в принципе могло бы заинтересовать. И я уверен, что таким экспериментальным путем ты найдешь то, что тебя зацепит, и то, чего ты не сможешь уже оторваться. Я бы вот, знаешь, если уже не искал уч позиции, как совет, я бы порекомендовал тебе подумать в этом направлении и попробовать сделать мечта в таком ключе. Может быть, это не будет, что ты прям 30 вещей перепробуешь, возможно, ты просто составишь себе список, не знаю, из 50 вещей, которые тебе больше откликнутся, ты их попробуешь, и там что-то еще откликнется больше. А может быть, как раз-таки, те вещи, которые ты и не ожидала от себя, тоже могут откликнуться, поэтому тут... И очень важно, если ты очень рациональный человек, тебе очень важно будет на это планировать свое время. Да. А у меня, честно, вот прям не хватает на это времени, и все, понимаешь? Вот я не могу прям его выделить. Хотя понимаю, что могу, по сути, не хочу. Но если спланируешь, то ты сможешь это время себе выделить. Да. Сто процентов. Слушай, ну я бы еще говорила-говорила, мне очень интересно, потому что, да, ну мы уже сколько? Мы уже давно, да? Ну я думаю, что мы уже скоро будем заканчивать, тут же около часа, час, и скоро прямой эфир закончится, да, через час он заканчивается. Поэтому мы вложились в тайминг, я переговоров. Слушай, у нас одна минута осталась, мы прям вложились. Сюр, я тебе очень признательна. Спасибо. Если было полезно, дайте нам реакции, да. Да, ребят, можете писать в личку мне, Виктории, в директ, либо там под какими-то последними постами. может быть у кого-то есть, ну как бы запрос, разобрать свою стратегию, да, напишите, и можно как бы в таком прямом эфире, вернее, допустим, какой-то кризис, да, или что-то, и можно как бы порассуждать на эту тему. Да, можем попробовать, можем попробовать. Хорошо, Виктория, спасибо, что пригласила, спасибо всем, кто были с нами, спасибо за сердечки, за лайки, и всем успехов. Пока-пока. Пока-пока, спасибо большое. Ну что ж, НЛП, ты просмотрел запись прямого эфира стратегии преодоления неудач. Напиши, пожалуйста, в комментариях, какие стратегии ты заметил в себе, какие стратегии ты используешь чаще всего, не какие тебе хотелось бы использовать, а какие ты действительно используешь. И напиши в комментариях, как ты благодаря этой информации теперь можешь изменить свою жизнь. Успехов тебе! С тобой был Юрий Пузыревский. Пока-пока.